Здравствуйте, меня зовут Татьяна Кравченко и в этом видео я хочу рассказать, как выбрать идеальную для вас сумку. Сумка является неотъемлемой частью женского облика и очень главным аксессуаром. Вообще трудно представить себе женщину, которая обходилась бы без сумки. Как же выбрать сумку, которая вам подойдет? На самом деле нет ничего сложного, просто нужно следовать следующим правилам. Первое. Размер сумки должен соответствовать размеру тела. Если женщина, девушка, небольшого роста, встроенного телосложения, то ей нужно выбирать сумки маленьких размеров, примерно 30 или 35 см. Если у вас высокий рост и плотное телосложение, тогда вам подойдут сумки размером 50 или 40 см. Здесь работает правило контраста. Если вы при небольшом росте будете носить сумку огромных размеров, тогда вы будете выглядеть еще меньше. Можно подумать, что вы сами скоро затеряетесь в этой сумке. И наоборот. При крупных формах маленькая сумочка, клатч придадут вам еще больше объема. Вы будете выглядеть очень массивно. Помните, что слишком большие сумки не подходят никому. Они смотрятся просто как чемоданы. Поэтому выбирайте размер сумки соответственно размеру своего тела. И тогда вы будете выглядеть очень гармонично со своим аксессуаром. Второе. Ремешок сумки. Вы знаете, очень многие не придают ему значения. А ведь он играет очень важную роль. Вам нужно знать, что длинный ремешок придает дополнительный рост. Если у вас высокий рост, длинный ремешок на сумке будет еще больше придавать вам роста. Вы будете выглядеть еще выше, чем вы есть на самом деле. Узкий ремешок подходит миниатюрным женщинам и женщинам среднего роста со средним весом. На таких женщинах сумка с узким ремешком смотрится очень элегантно. Здесь образ становится гармоничным. Средний ремешок подходит абсолютно всем представительницам прекрасного пола, любого роста и любых форм. Широкий ремешок подходит женщинам высокого роста и женщинам среднего роста с пышными формами. Сумки с широким ремешком будут смотреться очень естественно при таком сочетании и придадут вам изюминку в образе. Следующая ориентация сумки. Сумки бывают вертикально ориентированы и горизонтально ориентированы. Здесь нужно помнить следующее правило. Вертикальные сумки удлиняют фигуру ее обладательницы, а горизонтальные, если можно так сказать, утолщают ее. Следуя этому правилу, вы теперь можете выбрать сумку в зависимости от того эффекта, который хотите получить. Если у вас идеальная фигура и вы не хотите выглядеть выше или немножко полнее, тогда выбирайте сумки в форме квадрата. Четвертое. Сумка еще издалека привлекает внимание. Человек смотрит сначала на сумку, а затем его взгляд непроизвольно опускается на ту часть тела, где находится сумка. Отсюда вывод. Сумка должна располагаться там, где у вас находится достоинство вашей фигуры и не должна располагаться там, где у вас в фигуре недостатки. Если у вас широкие плечи, не носите сумку под мышкой. Купите сумку на длинном ремешке и носите ее на уровне талии или бедер. Или купите на коротком ремешке и носите в руке на уровне бедер или на локте. Если у вас осиная талия и вы хотите подчеркнуть это, тогда носите сумку в районе талии, на локте или под мышкой. Если у вас большой живот, не носите сумку на уровне живота, иначе все будут обращать на него внимание. Носите сумку на уровне бедер. И если у вас полные бедра, тогда носите сумку подмышкой. Пятое правило и пятый совет. Сумку нужно выбирать такую, чтобы она была прямо противоположной вашей фигуре. Если у вас угловатая фигура, тогда вам подойдут сумки с округлыми формами. И наоборот, если у вас линии тела округлой формы, в этом случае вам подойдут угловатые сумки. При таком контрастном сочетании вы будете выглядеть превосходно. Уверена, эти советы вам помогут и вы теперь будете выбирать сумки вашей мечты. Ваш образ будет очень гармоничным и вы будете все чаще и чаще получать комплименты по поводу вашего хорошего вкуса и прекрасного образа. Когда вы в следующий раз пойдете за покупками, обязательно посмотрите это видео, потому что тогда вы действительно сможете купить ту сумку, которая идеально подходит вам. Подписывайтесь на мой канал, потому что тогда вы будете в курсе всех интересных и полезных для вас новостей. Всего вам доброго и до встречи! Субтитры подогнал «Симон»!